МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Даже находясь в местах лишения свободы, некоторые осужденные мордовских колоний умудряются и приступать законно, еще и зарабатывать на этом неплохие деньги. Перед судом в скором времени за свои действия придется ответить 39-летнему уроженцу Армении. Отбывая наказание за тяжкое и особо тяжкое преступление, мужчина по версии следствия в составе группы лиц занимался незаконным оборотом наркотиков в крупном размере. Обвиняемый решил создать организованную группу и заняться пересылкой наркотических средств и психотропных веществ на территорию колонии. С этой целью он привлек к совершению преступлений еще двоих осужденных. Мужчины решили, что партии героин и амфетамины они будут получать в посылках, предварительно спрятав наркотики ухищренным способом. Зломышленники заранее распределяли роли и соблюдали тщательную конспирацию. Пересылкой наркотиков в Мордовию занималась жена одного из обвиняемых, которая работала в отделении почтовой связи в городе Москва. Героин и амфетамин женщина приобретала у неустановленного следствием лица. Наркотики упаковывались в средства личной гигиены, пачки от сигарет и губки для мытья посуды. Отправляя посылку с наркотиками, женщина использовала вымышленные персональные данные. Уже на территории колонии напарники придавали запрещенные вещества другим осужденным. Часть выручки оставляли себе, а часть откладывали на закупку очередной партии товара. В итоге им удалось получить всего две посылки. Потом о преступлении стало известно правоохранительным органам. Противоправная деятельность группы была выявлена сотрудниками регионального УФСБ совместно с управлением уголовного розыска республиканского МВД. В результате проводимых мероприятий три посылки с наркосодержащим товаром были изъяты в почтовых отделениях Саранска. Летом 2015 года трое осужденных и жена одного из мужчин были задержаны. В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении преступлений. Стоит отметить, что уроженец Армении пока единственный, кто полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Поэтому уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное судопроизводство и перед Фемидой он предстанет один. В отношении остальных трех фигурантов расследование продолжается. Уже известно, что один из мужчин находится под государственной защитой. Он опасается угроз и физической расправы со стороны третьего фигуранта уголовного дела. Девять административных протоколов за нарушение общественного порядка. Так, для болельщиков закончился матч чемпионата России по футболу с участием команд российской футбольной премьер-лиги «Мордовия Крылья Советов», который состоялся 4 апреля на стадионе «Старт» в Саранске. Поболеть за любимый клуб и просто посмотреть игру пришли более трех с половиной тысяч человек. Для охраны общественного порядка в целом по городу Саранску в обозначенном периоде задействовалось порядка 250 человек, в том числе непосредственно на спортивном объекте, стадионе «Старт», 13 сотрудников частной охранной организации «Град» и 64 контролеров-воспредителей стадиона «Старт». Еще до начала матча полицейские начали проводить профилактическую работу. Пронести запрещенные предметы на стадион было практически невозможно. При входе стражи порядка досматривали болельщиков, проверяли содержимое их сумок. Тех, кто перед матчем решил согреться алкогольными напитками, посмотреть на игру с трибун не смогли. Их на стадион не пускали. Однако уже после начала матча нарушители дали о себе знать. Задержано 8 болельщиков футбольного клуба «Крылья Советов», на котором в дальнейшем были составлены соответствующие административные протоколы, двое из которых являлись несовершеннолетними и были помещены в центр ЦВСНП и МВД Республики Мордовия. Болельщики футбольного клуба «Крылья Советов» смогли принести и использовали четыре фаера. Это яркое заявление о себе обернулось для них административными протоколами. Также к ответственности были привлечены два жителя Самары. Для того, чтобы получить именные футболки спортсменов, они выбежали на поле. И этот поступок безнаказанным не остался. Выявлять нарушителей полицейским помогает современная система видеонаблюдения. Все правонарушения фиксируются на установленную видеосистему на спортивном объекте, после чего данные правонарушителя распечатываются, их фотографии распечатываются и передаются сотрудникам, которые задействованы непосредственно в секторе. В целом, как отметили в МВД, матч прошел довольно спокойно. Групповых нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий допущено не было. С 30 марта 2016 года прокурором Большебезенковского района Веспублики Мордоя подтверждено викинг исключения по уголовному делу в отношении главы администрации Русско-Найманского сельского поселения Большебезенковского муниципального района Веспублики Мордоя в отношении преступления прислонной частью 30-159-го Голунковской российской федерации. В ходе предварительства установлено, что обвиняемый, являясь депутатом Совета депутатов Русско-Найманского сельского поселения Большебезенковского муниципального района Веспублики Мордоя, изготовил табель учета использования рабочего времени, куда внесла заведомо ложное сведение о выполнении гражданином взрослых обязанностей оператора газовой котельной администрации поселения, осознавая, что последний в указанный период времени на рабочем месте не поверялся и указанную должность на обязанности не исполнял. После этого обвиняемый предоставил указанную табель бухгалтерию поселения, где получал деньги средства на численные гражданину. В результате преступных действий обвиняемой были похищены деньги средства в размере 13 166 рублей 661 копейки. 30 марта 2016 года он делал направление в Большебезенковский район суд в СССР для рассмотрения по существу. Олег Дишинков, помощник прокурора Большебезенковского района в СССР. Это выступление школьников не просто развлечение. Так, в виде концертной программы в школе номер 11 в очередной раз встретили гостей. Напомним, на базе этого образовательного учреждения находится Республиканский центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В этот раз поводом встречи стала акция «Стань заметнее», которую организовали Министерство образования и Госавтоинспекция Республики. Цель этой акции прежде всего профилактика ДТП с участием детей. Наши ежедневные сводки говорят о том, что проблема по безопасности дорожного движения еще пока достаточно актуальна. Уже 18 детей в этом году стали участниками дорожных аварий. 18 детей получили травмы. Госавтоинспекции и педагоги делают все, чтобы на дорогах дети чувствовали себя в безопасности. Эти знания прививают на специальных уроках. Но добиться эффекта без практической части сложно. Наше государство заботится о том, чтобы в каждой школе, в каждом образовательном учреждении были соответствующие условия для того, чтобы мы смогли качественно обучать детей правилам поведения на дороге. Для того, чтобы дети на практике знали и понимали, как нужно действовать в той или иной ситуации. В рамках федеральной программы дошкольным образовательным учреждениям Республики были выделены автогородки. С помощью них малыши смогут в игровой форме освоить основу безопасного поведения на дорогах. Кроме того, учащиеся в начальных классах всех школ получили световозвращающие жилетки и браслеты. Такие же фликеры и оборудование уже переданы в детские сады 22 районов Республики и города Саранска, а также в собственность Государственного центра дополнительного образования детей и Республиканский центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Дарья Аберясева, происшествия, 10 канал. Четвертый отдел полиции Саранска по подозрению в совершении кражи разыскивает Иванова Максима Борисовича, 1990 года рождения. Граждан, обладающих информацией о местонахождении Иванова, просьба сообщить по телефону 29 77 44 29 77 01 или 102. Четвертый отдел полиции Саранска разыскивает подозреваемого в краже джойстика от игровой приставки из магазина электроники, расположенного по улице Миронова. Если вам что-либо известно о личности или местонахождении подозреваемого, просьба сообщить по телефону 29 77 01 29 77 09 или 102. Розаевская полиция по подозрению в совершении кражи виски из супермаркета разыскивает женщину, которую вы видите на своих экранах. Приметы подозреваемого и росту 160 165 сантиметров среднего телосложения была одета в светлую шубу, меховую шапку, черные сапоги. Всем, кто располагает какую-либо информацию о личности или местонахождении, разыскиваемые просьбы позвонить по телефону в розаевке 403 70 403 89 или 102. При первых каплях дождя или хлопьях с неба даже незначительные вещи приобретают большое значение. Не обязательно уменьшаться до размера молекул, чтобы понять, сцепление с дорогой уменьшается. Следите за прогнозом. С первыми признаками непогоды будьте внимательны. Снижайте скорость. 105 и 6 FM 105 и 6 FM Милицейская волна Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok